И у нас там истерика, и у нее, и у меня действительно была драма. А если не выигрывает, то лучше вообще не готовить. Каждый петербуржец хоть раз в жизни гулял по набережной реки Мойки. Здесь много интересных, запоминающихся мест. А в одном из домов работает трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина. Два золота на играх в Монреале в 1976 году и одно в Москве в 1980. Сегодня мы приехали в гости к Татьяне Васильевне, чтобы услышать ее олимпийские истории. Друзья, вот рядом со мной трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Васильевна Казанкина. Татьяна Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Не самая приятная погода в Петербурге. Замечательная погода. Мне дождь всегда. В дождь везет. Да, в дождь везет вам. Да, у тебя такая питерская типичная морозь. Мы находимся в самом центре города. Мы приехали в гости к Татьяне Васильевне. Вот, на набережной Мойки стоим. Рукой подать до Эрмитажа. Татьяна Васильевна, вы ведь 18 лет переехали в Петербург. Да. Что вас потрясло больше всего тогда в городе? Что-то... Ленинград еще переехал. Конечно, Ленинград. Да, я приехала в 1969 году. В этом году как раз 50 лет, как я жила, уже в Ленинграде. Юбилей, да. Ну, во-первых, потрясла красота Петербурга. Большие дома, потому что сама я из небольшого города Саратовской области, где у нас в основном там самые большие двухэтажные, ну, четырехэтажные, пятиэтажные дома. Это редкость была. Сама я жила в одноэтажном доме. И потом, когда приехала в Ленинград, то, конечно, вот эта красота, эта махина, она меня потрясла. И еще потрясли, очень потрясли, хотя к этому где-то в какой-то степени была готова, люди. Потому что приехала я в Ленинград как раз в дождевую погоду. Приехала я со своей одноклассницей. И на вокзале нас должны были встречать. Ее родственники, меня, будущий мой тренер. Но, к сожалению, нас никто не встретил. И в это время шел дождь в Ленинграде. И вот, ну, чуть посильнее, чем сейчас. И это было лето. Постояли, постояли, подождали, расстроились, что делать. Она говорит, ну, пойдем. Она была в предыдущем году. Может, говорит, я вспомню, как нужно ехать. И мы вышли на Невский проспект с Московского вокзала. Мы приехали на Московский вокзал. Стали на остановке и стоим, вот рассуждаем, куда нам ехать. И рядом стояла женщина. И она как бы видит, что мы в таком замешательстве, не знаем что. Она стала расспрашивать, а куда вам надо? Вот что вы помните? Да, что вы помните? Она говорит, ну, я вот помню памятник на коне. Она говорит, а на каком коне? И благодаря вот ее вниманию мы нашли дом, где она жила. Мы приехали, оказывается, ее сестра поехала встречать на вокзал. И вот где-то мы разошлись. А поскольку это были субботы и воскресенья, то мой тренер был на даче. Телеграмма пришла как раз в тот момент, когда его не было. Давайте специально скажем для наших молодых слушателей, телезрителей, что телефонов тогда не было. Ну, и он был уверен, и я была уверена, что мы встретимся. Давайте назовемся его тренером. Николай Егорович Малышев. Я приехала сюда, когда у меня был первый разряд по легкой атлетике. Вот с перворазрядницы он меня довел до олимпийской чемпионки. Ваша мама не боялась отпускать? У вас все-таки 18 лет, большой город. Мама боялась, боялась. И мы жили на территории нефтебазы. Папа у меня работал на нефтебазе. И там была контора. Раньше это так называлось. Сейчас это может быть офис. И когда она получила письмо, где меня Николай Егорович приглашал, она пошла именно туда, в контору. Говорит, вот мне прислали, что мне делать, отпускать, не отпускать. И ей, конечно, отпускать, это такой город. И, может быть, я тоже и сама-то не решилась. Но поскольку ехала сюда моя одноклассница, то вдвоем как-то спокойнее. Вдвоем как-то спокойнее и весельнее. Да, и поэтому я поехала. И еще что сыграло роль, когда я училась в девятом классе, а мы заканчивали 10 классов в то время, то на чемпионате России по легкой атлетике в Орле к нашему одному спортсмену из Саратовской области подошли тренеры из Института физкультуры Лезговта и пригласили его учиться в Ленинград. А учительница по истории нашей, вот в школе, где я училась, она нам очень много рассказывала про Ленинград, про то, какой здесь красивый город, какие здесь замечательные люди. И что учиться здесь, конечно, это мечта каждого. Когда Ленинград переименовали в Петербург, вы долго привыкали? Долго привыкала. Я не очень была за то, чтобы... А вы ходили туда на референдум за переименование? Нет, меня, по-моему, не было в городе. То есть я не была, и я не очень хотела. Вы были за то, чтобы остался Ленинград, да? Да. Почему? Ну, люди, которые прожили здесь блокаду, войну, для них это был все-таки Ленинград. И я была на их стороне, поскольку для них это было тяжелое время, они это пережили. И как бы я считала, что чуть попозже надо, наверное, когда уже их поколение, может быть, в большинстве случаев уйдет, и тогда, может быть, можно и переименовать. Но вот прошло уже сколько лет. Ну, сейчас вы говорите уже в Петербурге? Да, говорю. Или по привычке Ленинграда? Нет, я говорю и так, и так. Но уже как бы спокойно к этому отношусь. И... Ну, может быть, это и правильно. А где вы бегали в Петербурге? Ну, не по набережной же мойке, правильно? Поскольку я училась в университете, то у нас часто тренировки были в Александровском садике, вот, где Адмиралтейство. Мы в университете, у нас там кафедра во дворе физического воспитания, там переодевались, пробегали через Дворцовый мост, шли туда, там бегали. Красиво, место там бегали. Очень красиво. И там одна тропинка, вот эта центральная, там проходят под землей трубы, и снег не лежит, поэтому там можно было делать беговые упражнения, отрезки, бегать не скользко зимой. Поэтому часто туда ходили. Вы могли попасть еще на Олимпиаду 72-го года, но драматично проиграли отбор буквально на последних там 100 метрах. Да, знаете, да, я, конечно, сейчас я с этим даже где-то с юмором отношусь. И тогда-то я очень переживала, что не попала, ну, буквально там действительно было очень тяжело, но вот уже когда начались Олимпийские игры, и непосредственно бег на 1500 метров, я даже была рада, что я не попала. Потому что те результаты, которые показала Людмила Брагина на Олимпиаде в 72-м году, у меня не было никаких шансов. И я поняла, что и как нужно, на какой результат надо выходить, чтобы участвовать в Олимпийских играх. То есть не было мысли там досады закончить, с бегом, все. Ну, по первости было. 76-й год он не был таким вот гладким. У меня была травма. Да, у меня была травма. Когда уже члены нашей сборной устанавливали мировые рекорды, я еще не могла бегать вот так вот на стадион выйти. И бегала только кроссики. Мы были на сборе под Киевом в Пущеводице. Они уехали на матчи с РГДР. И там вот Валя Герасимова, которая бегала 800 метров, фанал установила мировой рекорд. Я, конечно, очень страдала, переживала. И были уже последние соревнования. Это чемпионат Советского Союза в Киеве. Если бы я не попадала в тройку, я бы вообще на Олимпиаду не попала. Это вот за месяц до Олимпиады, да? Ну, да. Так. И я выигрываю. Тогда стали ходить слухи, что вот я специально это сделала, что у меня и не было травм. Но на самом деле, я как перед Богом говорю, что травма была, я была очень серьезная. Мы столько Николай Горыч мучился со мной, возили к врачам, к профессорам. У меня болел тазобедренный сустав. И мне нужно было просто, наверное, отдохнуть, потому что по весне был сделан очень большой объем работы горной. Это бега в горы, с горы, прыжки, упражнения различные беговые. Поэтому организм не справился вот так вот. И когда я отдохнула, вот все уехали. А я ходила в лес, тихонечко бегала. Мы на лодке гребли с Николаем Горычем. Потом ко мне приехал когда муж, как-то все это отвлекло. Потому что когда все уехали, я осталась одна. И тренер говорит, Таня, у нас, по-моему, 25 лет выпуска у них было как раз в это время. Мне бы, конечно, хотелось съездить. И я оставалась в пущевой лице вообще одна. И думаю, боже, я столько потратила сил для того, чтобы готовиться. И сейчас вот все. Я могу вообще не попасть. И не попаду. И зачем мне? Вот тогда, в тот момент, я действительно думала, что я брошу и никогда больше не буду заниматься легкой атлетикой. Но как-то вот так получилось, что потихонечку-потихонечку я вышла на стадион, стала делать отрезки. И когда вот выиграла, я выиграла и попала в сборную на Олимпийские игры. Там уже отпустила. Ну, там уже, да, как-то пошло. И потом, перед поездкой уже на Олимпийские игры, а уезжали мы задолго, за месяц, если не больше, мы в Подольске, у нас сборы были. И там был традиционный день бегуна, союзный день бегуна. И вот там мой тренер и тренер еще одной подруги, ну, тоже члена сборной команды, она тоже отбиралась и попала в итоге на Олимпийские игры. Мы договорились, что сейчас находимся в неплохой форме и можем попробовать установить мировой рекорд. Это, с одной стороны, и плохо, потому что, как бы, уже все будут тебя сторожить, а с другой стороны, это и тебя будут бояться. То есть будут знать, что такой удар. Ну, и мы составили график и бежали вот по графику. В Подольске это было. Ну, мы договорились, что мы по очереди ведем. Последние там 300 метров, кто сильнее, тот и выигрывает. Все честно. Да, и когда мы бежали, то первый круг нам сказали, как мы бежим, а второй уже не сказали. Сказали, хорошо, там все замечательно. Я думаю, что ж нам время-то не сказали. Ну, и когда мы прибежали, уже все, финишировали. И вот такая гробовая тишина, я думаю, все, рекорды не получилось. И потом вот тренер Райк вот так уйдет и говорит, девочки, какие вы молодцы, вы обе там пробежали по мировому рекорду. То есть мы выбежали, вот побили рекорд Людмилы Брагиной, и она бежала в этом забеге. Ну, и вот так даже. Да, да. Хотя у нас с ней были не самые теплые отношения, так скажем. Понятно, конкуренки. Да, но тем не менее, так в рамках приличных. Интересно, вы в Монреале выиграли две золотых медали на дистанции 800 и 1500, хотя поначалу должны были бежать только одну дистанцию, свою коронную полуторку. Да. На 800 метров фактически в последний момент вас включили в состав. Это вообще непонятно, то есть я узнала уже об этом только в Монреале, когда мы... А, то есть уже когда прилетели? Когда прилетели, мы жили в Монреале, мы же акклиматизацию проходили. Не поздно вам сообщили? Мы были, жили в Квебике, и с Квебиком мы должны были тремя группами вылетать в Монреаль. И вылетать мы должны были в зависимости от того, у кого по расписанию, когда начинался вид. И я должна была вылетать в третьей группе. И здесь уже вот первая группа должна улетать. И мы вот... Николай Горыч, ученица Таня Проведухин, она попала в команду на 800 метров. Когда смотрим с ней в список, то ее в списке нет, а у меня есть. А я есть. Без всяких объяснений. Без всяких объяснений, без всего. Но мы просто думали, что перепутали ее со мной. То есть она в последней группе, а я в первой. Она нужна была наоборот. Поэтому мы пошли к тренеру и говорили, Николай Горыч, вот так-то и так-то, там какая-то ошибка, все. И вот только тогда нам сказали, что меня заявили на две дистанции, а Таня не побежит. А Таня остается дома? Ну нет, она в Монреале, как бы в Квебике. А потом она пролетала тоже в Монреаль. Но все равно драма. Ну, то есть вот здесь действительно была драма. Драма была и для нее, и для меня. Потому что мне бежать две дистанции, это значит шесть раз. Тем более, что моя основная дистанция, она после 800 метров. И я могу и на 800 выступить плохо, и на 1500 могу выступить плохо. И у нас там истерика, и у нее, и у меня. Но в итоге там пришел главный тренер, сказал, что сейчас уже поменять ничего нельзя, потому что уже сделана окончательная заявка. А были какие-то накачки перед отлетом в Монреале? Все-таки вы в обладательстве мирового рекорда. Нет, знаете, что вот... Вы должны привезти золото, золото, страна ждет партия золота. Нет, мы сами это прекрасно понимали, что от нас же ждут золото. Но вот так вот, чтобы нас говорили, что вы обязаны, должны, наверное, и тренеры наши в сборной, и мой тренер понимали, что накачки конкретно для меня, они не пойдут на пользу. Поэтому никаких накачек не было. И даже вот когда мы шли на соревнования, там на забеги, на полуфиналы, на финалы, Николай Гурчик каждый раз ставил мне конкретную задачу, что я должна сделать. И я старалась выполнять, там, допустим, в забеге, ну, что там первые три попадали в полуфинал, Таня, должна быть третья, не надо там упираться, все, ты должна поберечь силы. Ну, и я старалась, там получалось второй хорошо, третий тоже хорошо, то есть я попадала, и все это выполняла. И когда я уже выиграла 800 метров, и мы шли на финал 1500 метров, и Николай Гурчик не говорит, Таня, ты можешь выиграть золотую медаль? Я говорю, какая золотая медаль? Я уже так устала, я иду шестую раз. Позади пять, пять за метр позади, да? Да, пять дней. Он, хорошо, 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 ты только не веди, потому что, ну, силы ты уже потратила достаточно. Ну, то есть передей, не втаскивай, да. У тебя сейчас хороший финиш, и ты, если не попадешь в коробочку, нет, и ты хорошим финишем можешь выиграть. И за сколько метров вы пошли? За 200 метров, то есть мы отрабатывали это в течение нескольких лет, чтобы финиш был за 200 метров. Ну, вас, наверное, сторожили? Ну, тогда еще не знали, но после 800 это, как бы, уже 1500 бежали другие, и если ты не готов заранее, то вот так вот сказать, что я за 200 метров тоже пойду, это не получится. То есть это нужно отрабатывать на тренировках, и отрабатывать не один сезон. В Монреале-то вам позволили сходить на дискотеку после второй золотой медали? Вы знаете, мы очень быстро улетали, вот у меня всего был один день, я от выступала, на следующий день был марафон и закрытие Олимпийских игр, и уже на следующий день мы улетали в Соединенные Штаты. И что вы делали в эти магазины? Магазины, да, потому что деньги... Вас просили что-то ваши близкие привезти из Монреаля? Все-таки 76-й год в Союзе не так, чтобы много чего было. Ну, нет, во-первых, что они меня могли просить, они не знали, как я выступлю, они не знали, что за это дают там какие-то деньги. Обычно, когда я... То есть деньги не оговали заранее, да? Вы не знали, сколько получите? Нет, нет. Вот, поэтому, как бы, и их нужно было потратить, поэтому там старалась каждому что-то купить, привезти. Давайте сразу скажем, что вам за каждую золотую заплатили... По 500 долларов. 500 долларов, да? Да. Большие деньги по тем временам. Это тысячи долларов, это были большие деньги. Большие деньги, это на советские по тем временам. Ну, я сейчас уже... А меняли вы где? Уже здесь, в Москве, да? Мы постарались потратить все там, потому что было такое правило или что-то, что ты деньги можешь ввести, но в течение трех месяцев ты и должен вывести потом, если... А потом уже начинались какие-то там проблемы. Я купила аппаратуру, тогда не так легко было купить и усилители, и проигрыватели, колонки там, и пластинки. То есть вот это вот я все купила там. Ну вот еще я узнал, что в Канаду приезжала большая делегация советских артистов, Пахмутов, Добронов, Лещенко. Как они вдохновляли на выступлении? Там Лещенко пел вам перед... Во-первых, они, когда мы были в Квебике, вся команда наша была, они приехали все к нам в Квебик, и у нас был... Вот они концерты давали. И, знаете, вот когда они дают концерт, и ты отвлекаешься от всех проблем, то есть ты не зацикливаешь, что у тебя соревнования, там, через сколько-то еще что-то. Вот мы полностью как бы отвлеклись. А они со своей стороны вот всей душой к нам спрашивают, вот что вы хотите, все мы для вас исполним. И действительно, вот все, что мы, что бы ни попросили, они для нас исполняли. И в Олимпийской деревне, я помню, когда я выиграла первую медаль, то у нас был штаб, туда приходили все победители, нам вручали удостоверение заслуженного мастера спорта и Пахмутова с Добронравом. Они каждому победителю посвящали какие-то стишки и песни. А вам помнишь, что вы посвятили? Ну, тоже песня, она у меня есть, и пластинка мне подарила Пахмутова с автографом, особенно сейчас вот приятно, когда у нее было 90-летие, как бы, и я вот помню, что мне Пахмутова подарила. Такую пластинку она у меня до сих пор есть. Возникала ли у вас ситуация, когда вам предлагали продать ваши олимпийские медали? Ну, бывает, у каждого человека разного. Нет, мне не предлагали. А если бы предложили, есть какая-то предельная сумма, на которую вы согласились подумать? Миллион долларов. Не знаю, я никогда не думала на эту тему. Не думала, не знаю. То есть, как бы, даже если к вам подойдутся с вопросом, вы сразу скажете нет, категоричный? Ну, пока да, скажу категоричный нет. Даже в 90-е, да, когда было тяжелое время, и многие спортсмены, в общем-то, продавали? Были такие моменты, были, и у меня было, в 90-е годы было тяжело. Я помню, я уже в это время работала в Лесгов-то, и однажды, помню, летом было жарко, мне так хотелось мороженого. Я такая достаю кошелек и смотрю, о, если я сейчас куплю мороженого, мне завтра на хлеб не хватит. Да, было вот так вот, поэтому были тяжелые, но как-то пережили, у нас, ну, муж работал в бюджете, свекровь получал, и пенсию, то есть, мы как-то вот так вот. У вас в 78-м году родилась дочка Маша. Делитесь секретом, как вернуться после родов и снова стать олимпийской чемпионкой. Ну, это действительно нелегко, вы знаете, что, если бы вот я не знала... Уже бегали чуть ли не до последнего. Ну, да, я выступала уже, когда была беременна на соревнованиях. Ну, я думаю, месяца 3-4, наверное, уже было. Я выступала, я помню, в соревновании, это был кросс-нац, мы бежали в Шотландию. Муж не ругался на этот счет, что вы... Ну, нет, не ругался, но вот и возвращаться надо было быстро, потому что уже оставалось до Олимпиады 80 мало времени. Вот восстанавливаться после родов было очень тяжело. Ну, через 3 месяца начали тренироваться. И если бы я не знала примеров, что вот есть женщины, которые ради возвращались в большой спорт и показывали высокие результаты, я, наверное, бы не смогла. То есть мне было очень тяжело. Я первый раз вышла, когда на пробежку, ко мне тренер приехал домой, там, между кормлениями. Я пошла бегать, у меня было такое ощущение, что я никогда в жизни не бегала. У меня вот настолько все... Классные ноги? Все ослабно, то есть вообще. Я думаю, боже мой, как я смогу восстановиться, это вообще невозможно. Но вот постепенно так. И опять-таки спасибо Николаю Горычу, то, что он понимал, что организм ослаб, он не готов к большим нагрузкам. Поэтому вот так вот постепенно, постепенно, чтобы, не дай бог, не было травм. А муж не ругался, что вы там уезжаете, что не сеться с ребенком? Вы знаете, что? У нас был такой совет семейный, где был тренер, я, муж и свекровь. И на этом совете принималось решение, буду ли я готовиться к Олимпиаде в 80-е или не буду. Конечно, это непростой момент, когда, ну, казалось бы, можно готовиться, а с другой стороны, маленький ребенок. И любой матери очень трудно оставлять ребенка там одного. Но муж и свекровь сказали, что они сделают все для того, чтобы я могла подготовиться, а они возьмут заботу о ребенке на себя. Как вы относились, отнеслись к тому, что вот на Олимпиаду в 80-е в Москву не приехали из-за бойкота многие спортсмены? В том числе, наверное, и у вас сильные конкурентки отпали? Ну, у нас отпали только американки, а основные-то конкуренты на средней дистанции конкурентки, это были спортсмены ГДР. То есть, все-таки, ничего особенного не изменилось, по сути, да? В Румынии, Болгарии, да, то есть, основные, итальянка она была, не было вот только американки сильные, а остальные все были. Поэтому вот в нашем виде спорта конкуренция, она была высокая. Ну, на этот раз вы бежали одну дистанцию, свою корону 1500, то есть, вопроса 800 уже не вставал. Ну, мало было времени и скоростные качества поднять на тот уровень, на который нужно, чтобы выигрывать. А если не выигрывать, то лучше вообще не готовиться. Ну, вы остались именно ради еще одной победы. Ну, я не могу сказать ради победы. Меня, наверное, больше все-таки уговорило то, что Олимпийские игры в Москве, были бы они в другой стране, я, наверное, бы не стала готовиться. А вот так даже? Да. А вы плакали, когда Олимпийский мишка улетал? О, меня вот, к сожалению, не было на закрытии. Мы сразу же после, вот мы выступили и сразу же улетели в Италию на соревнования и смотрели только по телевизору. Но я думаю, что вот я сейчас смотрю, то, ну, очень трогает. Вот в Сочи, кстати, попытались такое же сделать, но не совсем получилось, потому что всегда повторение это не так смотрится, как когда оригинально. Мы сейчас пришли на нынешнее место работы Татьяны Васильевны с 2012 года. Она является заместителем председателя Олимпийского совета. Вот. Чем вы занимаетесь, вот основная функция ваша? Ну, Олимпийский совет, они созданы сейчас практически во всех регионах России и являются структурным подразделением Олимпийского комитета России. Основное, как бы, наше направление деятельности – это пропаганда олимпийских идей среди спортсмена, среди населения, помощь нашим ветеранам, те, кто уже ушли из большого спорта. Это проведение, вот, олимпийских уроков, встречи с детьми, участие в проведении различных спортивных мероприятий. Есть мероприятия всероссийские как Олимпийского комитета, так и Министерства спорта. И вот все наши олимпийцы, они принимают активное участие в этих мероприятиях, чем способствует пропаганде и привлечению детей к занятиям спортом. А кому последнего вы помогли из ветеранов? Ну, смотря какая помощь. У нас есть помощь тем, кому необходимо, допустим, пройти медицинское обследование. Мы помогаем устроиться в хорошие клиники. И у нас, ну, последним, наверное, был Евгений Куликов, олимпийский чемпион по комитетам спорта. Я вижу у вас фотографии, где вы участвуете в эстафете Олимпийского огня, да, перед пиками в Сочи. Причем вы получали эстафету от нынешнего министра культуры, да, Мединского. Причем там была такая забавная история, что погас факел. Да. Это что, расскажите. Ну, когда поменялись, то есть он передавал эстафету, он передал эстафету, и факел вроде бы зажегся, и тут же погас. То есть пробовали еще раз зажечь, но не получалось. Поэтому вот волонтеры, которые бежали, сопровождали факелоносцев, они пошли в автобус и принесли другой факел. И вот другой факел уже зажегся хорошо. А вы были на самой же Олимпиаде в Сочи, да? Была, да. Вот если сравнить, ну, понятно, может, не совсем корректное сравнение с Москвой 80, но чего вот на Олимпиаде в Сочи не было того хорошего, может, чтобы в Москве 80 вылетели? Ну, во-первых, мне трудно сравнить, потому что я была уже здесь в качестве болельщика в Сочи, а в Москве я была участником. Поэтому я не была в Олимпийской деревне, и какие условия были у них, все ли им было комфортно и хорошо, хотя отзывы вроде бы были положительные. Ну, а так вот ощущения такого праздника? Нет, мне кажется, что праздник как там, так и здесь были на высоком уровне. Мне очень понравилось, как была организована транспортная доставка и спортсменов, и болельщиков, потому что жили же по всему побережью, ездили в Красную Поляну, но было очень здорово. То есть там ходили вот эти ласточки, причем чутко по расписанию, можно было как на электричках, так и на автобусе добраться. Поэтому вот, ну, у меня нету каких-то претензий к организаторам соревнований. Ну, в вашей жизни было две Олимпиады, могла быть третья, но помешала политика, 84-й год, Лос-Анджелес. В 84-м году вы становились свой последний мировой рекорд, но тем не менее вскоре завершили карьеру. В связи с чем так? Не слишком резко вы? Нет, у меня уже начались травмы, потому что все-таки, ну, долго я была, достаточно долго была в большом спорте. Все уже не выдерживали ахиллова сухожилия, и чем дальше, тем больше приходилось уделять этому внимания. Была опасность инвалидности? Ну, просто не давало, это было все время полило, через боль все время. И ахилл мог бы просто порвался, и все, если бы я вот так продолжала дальше тренироваться. Ну, вы все-таки дожили до первого в истории Чемпионата мира в 83-м году в Хельсинке. Дожили в спорте, я имею в виду. Да. И где завоевали бронзовую медаль. Но бежали не свою коронную дистанцию полторы тысячи, а три тысячи метров. Почему не тысяча пятьсот? Вы знаете, что, вот чем ты взрослее становишься, тем сложнее поддерживать скоростные качества. Дистанция три тысячи метров, она длиннее в два раза, чем тысяча пятьсот метров. И вот таких очень высоких скоростей на ней не нужно. Это было ваше решение, да, бежать три тысячи? Мы, как бы, с тренером это просто само собой получилось. Так что, ну, действительно, нужно. Тем более ввели эту дистанцию, потом мы в олимпийскую программу. Если бы я поехала в 84-м году на олимпийские игры, то бежала бы три тысячи метров. Три тысячи, не тысячи пятьсот. Не тысячу пятьсот. Чемпионат мира по легкой атлетике в Петербурге – это утопия? Пока да, думаю, что да. То есть нереально? А, у нас нет. Стадион вообще нереально построить такой вот субпорт. Ну, почему? У нас же вот стадион Петровский. Он маленький. Для чемпионата мира он, конечно, не подходит. Двадцать тысяч. Ну, там можно, наверное, что-то сделать. Но вообще нужно строить стадион. Причем стадион строить с запасным полем. То есть это по правилам Международной Федерации. Но это только под олимпиаду могут построить. Если витя захочет олимпиаду произойти. Ну, сейчас есть какая-то идея выдвинуться на 30-е или 34-е годы. А как вы считаете, вот если Петербург выдвинется вместе с Хельсинки, это будет хорошая идея? Или все-таки нам… Вы имеете в виду летнюю олимпиаду? Да, да. Нам не пристало с кем-то объединяться. Мы такая большая страна. Ну, вообще я как бы патриотка своей страны. И, конечно, мне было бы приятнее, если бы это было конкретно в нашей стране. То есть только в нашей стране? Только в нашей стране. Но, тем не менее, вот я как бы первый раз слышу такую идею, что объединиться там и провести… Жорова предлагала, кстати, Светлана Жорова выдвигала такую идею. Можно было бы различные виды спорта, но… Для экономии средств. А там, кстати, есть стадион в Хельсинки. Олимпийский. Ну, обидно мне, что легкая атлетика там. Но, с другой стороны, да, не знаю, как-то вот не очень думала, хотя вот сейчас Евро-20, да, оно проводится в различных городах. Ну, это вообще такое юбилея. Да, юбилея. Можно было бы провести… А вообще, как вы считаете, сама идея, вот, нужна Петербургу Олимпиада? Вообще, России еще одна Олимпиада летняя? Ну, я бы чуть-чуть… Я лучше бы подождала, все-таки, да, это и большие траты, очень большие траты. Потом наш город принимала и чемпионат мира, и вот сейчас будет Евро-20-20. Так сколько ждать? Две следующие Олимпиады уже распределены, нет? Ну, вот 30, может быть. 30? Да. Долго ждать. А когда деваться, пусть будущее поколение увидит. Ну, я просто, вы знаете, была близко связана с тем, что наш город выдвигался в 2004 году. И я работала в оргкомитете по подготовке города. Там не было шансов вообще, да, Пыловой, даже в финал пройти? Ну, почему? Мы были как бы в финале все уже, мы были на окончательной, когда все уже выбрали город. Получить Олимпиаду уже не было шансов, да? Ну, не было. Слишком слабая заявка была, как я понимаю. Там у нас были такие стадионы, которые... Ну, не все так просто. Ну, будем надеяться, что в следующих поколений получится. Хорошо, спасибо вам большое, Татьяна Васильевна. До свидания наш ласка и Миша, возвращайся... Спасибо. 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 Спасибо.